Еще раз приветствую вас Здравствуйте, Сарит, Алик Ну, на свидание мне не пришлось, конечно, выразить всего того, чего хотел выразить и сказать Сейчас постараюсь кое-что дополнить Во-первых, как уже упомнил, что мною все-таки предполагалось, что та кассета предварительная будет вами прослушана Но, видать, вы ее прослушаете сперва Хотелось бы, чтобы вы ее сперва прослушали А потом и эту Ну, во-первых, как подчеркиваю в начале и говорил, уходя, привет всем говорите, привет, привет, привет Близких обнимаю Воров также Будете в Москве, также говорите Мою расположенность Молодежи Старикам, к ворам, к ворам вообще, к близким И добрые пожелания Ну, естественно, вернетесь в Казань Так же говорите всем-всем Так На самой свободе Так и По лагерям, которые есть в Татарии Ну, чтобы не смущался вопрос в отношении, как мною упомянуто, за Чунского Еще раз повторю Проблема с зубами А там есть возможность поставить зубы Значит, на карточку По приезду Попробуйте взять свидание По общему вопросу Ну, то есть На его имя передать Где-то в пределах полторы тысячи пачек Курить примы И чаю Килограмм от 50 до 80 Такого Не более дорогого стойкого Ну, чтобы Вы В лимит там вошли В лимит вошлись В каком смысле Если требуются деньги Значит, взять Деньги Тех Которые предназначаются Мне Уделенные Близкими Людьми Вообще С нашей Казани Повторяю фамилию Браницкий Александр Анатольевич Браницкий Александр Анатольевич В пределах На зубы 800 до штуки Это новыми деньгами Ну, тысячи положите Ну, на свидание На самом Личные проблемы И вас спросите Какие там Значит, он Упомнит Какие личные проблемы Ну, по хозяйству Что ему надо Ну Как говорил Походовой Пока Ей эти данжерки Ну, возьмите что-нибудь Приятно Симпатично Глазам Покушать там Угоститься Покурить хорошего Шоколадки там И прочие-прочие Фрукты Да, я очень бы хотел Чтобы ты Олег Увиделся Ну, а там Как получится Фариду Лесеми с тобой Зайти Тоже как это Ну, опять Лишний раз Упомнил Помните На чем Ну, анжерка Это завтрашний Мой день Я уже Упоминал Что лечение У меня Кончается В августе Буду я там Не буду Ну, по крайней Мере Там есть Мой близкий Человек На который Надо Обратить И стоит Внимание Ну, в отношении Блыни Я еще раз Повторю Ему лично Я говорил Если Будет сидеть На игле То ему В Казани Делать нечего Это его Проблема Ну, слово Он дал Что Мы все Балвались Когда-то Все через это Прошли Я тоже Это наглядно Знаю Что такое Шерево Пырево Так сказать Всевозможные Эти кайфы Ну, если Кто-то Находит Успокоение В этом Ну, конечно Это уже Не дело Но если Кто-то Для разнообразия Растормозится Или Так сказать Для Спортивного Любительского Интереса Этих Еще Людей Можно Понять Ну, это Хорошо Бросим Это Все Алик Я очень Был Хотел Там Какие Неустойки У семейного Создались Ты говоришь Там 200 Миллионов Там 160 Миллионов И там Ну, естественно Раз Ты упомянул Значит Там Люди Приобщились К тому Чтобы Эти деньги Были Возвращены Почему Потому Что Все-таки Неприятно Осознавать То, что В Казани Кто-то мог Поступить Как это Через Бракина Через Борт Там все-таки Люди стоят И люди Очень Даже симпатичные Не то, что Порядочные Симпатичные Люди Симпатичные Мне Которые Были В тяжелых Минутах Мне Были Как они Вкрыли Помогали Мне лично Помогали Также И кукле Вару На лебедь Так что Люди Не с пустого Места Создались Также Я тебе Советовал Познакомиться Одним Из Братьев Кто Мне пособие По йогике Посылает Я очень Всегда К нему Расположен И очень Как это По своим Благодарен Почему Я тебя Попросил Где фотографии Есть Мари Я В йоговских Подах Стою Дать Комплект Этих фотографий Ему Также Вару Отослать Соленому Генке Ну и Естественно Сестрой Надо Тебе Лично Увидеться Или Как советовал Тебе В Казани Поставить На хате На нашей Квартире Поставить Автоответчик Ничего тут Криминального Нету Пусть Прослушают Пусть Слушают Это их Ни Проблемы Их Ни Сложности Пусть Высчитывают За это Они Деньги Получают Погоны И прочее Тоже Люди При кормушке И люди При делах Так Но я Все таки На Чумском Остановился Чум Чумский То есть Сашка Чумский О нем И Соленый Имеет Представление Также Упоминал Что они Из Блыни В какой-то Мере Это Очень Близких Отношениях Также Блыня Писал Ванжерку Это Значит Там На хозяйстве Шишкан Володька На хозяйстве Там Игнат Володька Ой Это Шишкан Володька На хозяйстве Там По городу А Игнат Это Близких Были В отношениях С Блыней И Вот Его адрес Я По-моему Его записыв В первой Кассете 65 20 90 Это Индекс Анжера Сужин Улица Форманова Дом 20 Квартира 2 Игнать Владимиров Ну Так же Фотографии Я бы Очень Хотел И Желал Чтобы Они Были У воров Во Владимире У Львовского И Значит У Соленого У Генки На пятаке Ну Еще Что Хотел Обратить Внимание Через Вас Троих Выражая Свою Так Сказать Признательность Ко всем Тем Кто Беспокоится Как Обо мне Лично Так И Кажется О ворах Не так Не как Говорится О ворах Ну Это Уже Запнулся Я тут О ворах Вообще О воровском О себе Естественно Каждый Человек Думает Ну Это Как это Хорошее Благое Намерение Ну Ничего Хотел бы Сакцентировать Так Акцент На чем Поставить Все таки Там Предостаточно Есть Людей Мало Немножко Слышали Меня Знают Меня Знают Моих Близких Знают Меня Лично Я Как Был Так И Остаюсь Заботив Беспокойство Ворам Тем Которым Сам Когда-то Все это Прошел Единственное Где я Не был Это Не был Еще На Пожизненное Ну Так Сказать Молодой Еще Да Может Ирония Может Так Сказать Что Во мне Говорить Не знаю Но По крайней Мере Дело Коснется Я Не Тушануть Все Так Хотел Бы Очень Попросить Чтобы Те Люди Которые Все Так Беспокоятся Помнят Меня Заботятся Оо Мне Чтобы Ты Алик Исходил Из Того Что Имеющий Какие Ресурсы Мое Ли Личное На Меня Личное На Вас Лично Это Уже Принадлежит Мне Чтобы Ты В полной Мере Мог Распоряжаться Для Тех Воров Кто Мне Очень Близок Симпатичен И Так Сказать О ком Я Беспокоюсь Я Уже Подчеркнул На свидание Львовский Это Мой Пистун В Гродной Из Воров Валет Валерка Ну Там Мало Понемножку Он Обходится Очень Надо С Акцентом Так Сказать Внимание Уделить Генке Соленому Тем более Сейчас я ему Недавно Написал Письмо Официально Так сказать Послал Не отсюда Но через Сестру Через Светлану Адрес Я И он И указал Что Возможно Какие-то Проблемы Бытовые Возможно Может Решить И начальник Данного Учреждения То есть Все-таки Это заведение За Москвой За главным Управлением Если даже Он Не ответит Или какой-то С положительным Ответом И что-то Да Упомнит Я Естественно Сам Ничего Не сделаю Я только могу Сделать Попросив Вас Ну а вы Естественно Мою просьбу Можете выразить Как в самой Москве Если будет у меня Дело К ворам То я Непосредственно Свой голос Подам Через тебя Писано ли В форме В устно ли В форме Словесно Ну там Предостаточно Воров Которые Твои слова Воспримут Так Должны Как от меня Ну раз ты решил Встретиться С Захаром Я Могу только Положительно К этому Отнести Но Если Захар Спросит Но он Должен иметь Представление Кто с ним Будет Разговаривать То есть Мой партнер Да Я Еще раз Подчеркиваю Что партнер Это превыше И товарищей Превыше друга Или там Каких-то Формальности Или как там Как определено В жизни Я все-таки С тобой На одну Карту Судьбу Свою ставил Наверное Помнишь Когда я тебе Говорил Будет Вязка Сваливай Одного Двоих Я псов Задержу Ты всегда Мне говорил Фарит Я не уйду Нахуй Я не брошу тебя А я тебе говорил Убью Нахуй Если вместе Со мной Горишь Ну ладно Давай Не будем Воспоминания Вдаваться Если мне Вспоминать Да и тебе Вспоминать Раньше Может Закатывал бы глаза А сейчас Может где-то И Глаз потупишь Так сказать Взор потупишь А может где-то Блядь И Неудобно будет Да Неудобно За свою Кажется Опрометчивую молодость Ну ладно Все Завязываю Больше не буду Фарит Я к тебе Сейчас Адаш Обращаюсь Обращаюсь По такому вопросу Не сам лично Возможно В Москве Тоже С нашим Адашем С Кархой Ну тебе Очень надо Или Не очень надо То есть Это Может я Тебя очень прошу Я тебе не Все-таки Упоминал Что он был Вхож В дом К нам Имел всегда Встречи личные С моей мамой И какие-то Разговоры Там Или какие-то Там Его Как это Помощь Как ей Там Так и мне Лично Он никогда Не распространялся Ни с кем И как это Не пояснял Но это Очень человек Внимательно Относился Я бы хотел Чтобы Сама С ним Познакомился Да Ну а Естественно Вам Или там Сайфодину Будет Сказать Что Кто такой Сама Да и Наверное И без этого Он из себя Выражает Кто он есть И что он есть Ну я бы Очень хотел Чтобы он Разговаривая С ним И сподобие Его Его уровня Как в Москве Так и в Казани Тем более Когда я Лично Обращаюсь Чтобы Непосредственно Мой племянник Так сказать Самат Познакомился И Имел с ним Какие-то Разговоры То есть Что раньше Разговаривал с мамой Там и прочее И так И так Хотел сказать Еще Упомнить Из одного Человека Самат Помнишь Когда мы После работы С Япошкой Она даже Удивилась Не поверила Пошла туда Но он Действительно Там Был То есть Работал Ну Олег Он Он Даже Чумский И расположен К нему И так Сказать В хороших Взаимоотношениях Он бы тут И заодно И съездил И в Анжерку Бля С вами Вместе Если Время Как это Позволяет Если Кому-то Спешно Значит Разъедетесь Ну Кто-то Из вас Ну Особо Ты Должен быть Почему Потому что Чумский С тобой Хотел познакомиться Да и Надо Самому Тебе Там Посетить За Анжерку Так Ну Филипп Тоже Имеет Представление По всему И за Этого Шишкана И за Игната Володьку Оба Володьки Адрес Я Игната Дал Ну Еще Что Хотел Обратить Внимание Все Так Какая Это Получается Ерунда Я Уже Упоминал Что у меня Нет Время Не ждать Не догонять Я местным Порой Говорю Что Необходимо Сам На кого-то Передать Передачу Бля Типа Курил Там Фрукты Ну И там Что Поделаю Ну Много Я Не употребляю Да Не употребляю Мяса Не употребляю Консервированные Всевозможные Там Кубики Супа И прочее Но Это Не говорит О том Что Их Можно Не посылать Ну Есть Значит Возможные Или Какие-то Какие-то Даже Желания Ну И пусть Передадут Я Им Говорю А Как Мне С Ним Еще Говорить Я Говорю Я Иссылаюсь На Тех Кто Приедет Ко мне На Моих Близких Что Финансовые Неустойки Устранятся Как Они Там Понимают Долг Я у них Беру Или Как Вот Зона Попросил На Жирку Вести Ну Как Ты Тоже Упомнил И Вроде И они Говорят Что У них В то Время Подругой Средств Не было Да Ни Средств Не было Просто Уверенности Велять Не было Ну Вот Лишний Раз Скажи Уверен В том Что В любом Случай Не ты Другой Приедет Какие-то Их Не потраты Будут Значит Вы Им Компенсируете Достаточно Того Что Зайдете На свидание Услышите От Меня И Сразу Значит Компенсация Произойдет Добро Не забудь Олег Мне прислать Копии бумаги Как Я тебе Упомнил Заверя их Нотариальной Конторе Или там Как Через Юридическую Организацию Почему Потому что Официально Можешь Прислать Там Или На меня Адресуя На меня Там А Мне же Через Администрация Потому что Бумаги Тебе Заверять Надо Печать Ставить Чтобы На ту же Юридическую Консультацию Или там Нотариальную Контору Чтобы Сама Администрация Вышла Чтобы То есть По частным Рукам Она Не ходила С этим Вроде Понятно Оформлять Доверенность На Проживание На прописку И на Ведение Финансовых Дел Остальные У тебя Вроде Доверенность Как Ты Ранее Мне Упомнил Что Все Там Правильно У тебя И За Друга Моего Не забудьте За рыжего Вы его Увидите Да Если Мне там Фотография Вот он У меня Сейчас Сидит Здесь Мурлыкает Понял Ты говоришь Какого-то Искоса Червяки У них Там Заводится Ну Вот ему Отроду Наверное Полтора Месяца Да Ну Так Вроде Умный Но Балованный Я За уши За хвост Треплю Да Рыжий Рыжий Я уже Говорил С 61 Года Уже Не Держу Котов Блядь Как Последний Дом Был У нас Кот Наш Троллейбус Его На Кирове Ездил Передавил Блядь В каких-нибудь Харчишек Ему Поцелайте Даже Наподобие Вискоса Или там Как это Знатоки Жесть Че Хотят И едят Ну Он У меня Должен быть Здоровый Блядь Как и я Блядь Видишь Он Разговаривает Со мной Но я пока Его плохо Понимаю Слышите И что Хотел бы Еще Сказать Я Нет Иногда Ты Понимаешь То Лечусь То Как Это То Лечусь То Смеюсь Это Я В отношении Есть Там Такой На травах Настоин Битнер Автриски Вроде И Демидов Демидов Настоин Тоже На травах Ну И Чтобы Там Чего Такого Не везти Порой Ну Можно Взять Типа Хорошие Коньяки Там Или Какие Типа Бренды Там Прочие Ну Желательно Плоские Бутылочки Ну Понятно Почему Плоские Фарид Ну Как Ненароком Упомнил Да Там Это Когда В Казани Пленки Проявится Там Немножко Вроде Я Что-то На что-то Смахин На что-то Похож Да Ну Раз Вы Упомнили Что Борцовки Мне Там Сообразители Я Тут Через окно Тебе Кричал Что Надо Бы Мне Такие Просторные Типа Шаровара С Простой Манок Ну И Такую Рубаху Ну Что Я Там Буду Ну Естественно Коврика Нет Ну Коврик Вроде Вести Он Слишком Огромен Ну Можно Какой-то Такой Типа Как Ну Не Намаз Мне Делать Ну Немножко Заниматься Такой Походный Чтобы Я мог Его И с Собой Зать Да Ну Что-нибудь Там Подобие Придумайте Факты Есть У меня Тут Че Постелить Одеяло Там Прочее Прочее Да Ну Че Вот Из Этого Нужно Ну Литературу Говорил Кассеты Кассеты Какую Музыку Ну Желательно Конечно Классическую Желательно Из Цыганских Романсов Там Что-то Из Народных Ну И Как Равка Белый Мне Посылал Вот Эта Кассета Видя Кассеты Ну Там На свое Усмотрение Пошли Все Мы Здесь Посмотрим Ну А я Что Время Есть Время Позволяет Тем Более Как Я Говорил Порой Неделю Два Часа Порой Два Три Раза В Неделю Посмотрим Ну Короче Смотрим Здесь Не я Один Ну Смотрит Здесь Прилич Народ Да И Будет Кому Если Че Поза Им Суть Дать Даже На Туже Анжер Потом Послать Алик Может Там Я Невнятно Сказал В Отношении Львовского Ну Когда Надо Набраться Ума Немножко Как Это Молодость Мешала Да Об Этому Я Говорил Когда Сила Была За Умом Стремился А Сейчас Ума Набрался Опять Ума Набирается Для Силы Надо Немножко Да Ну Будет Всему Своё Время Как Говорил Как Фаридов Сказал Старикам Поклон Обнимаю Привет Наилучее Пожелание Ну А молодёжи Естественно Привет Но я Там Не договорил А Сказал Фаридов Ну А молодёжи Говорили Что Я сам Молодой Так Что По Молодости Мы Друг Друга Простим Если Кого-то И Не знаю По Именам И не видел В лицо Знаю Всегда Что Там Была Молодёжь И будет Молодёжь По-моему Мы Все Были Молодые И Все Знали Что Хотели То И Помним Что Хотели И К чему Стремились Да Так Что Естественно Их Ни Желания Ну Со Взрослыми Или Существующий Барьер Как Это Возрастной Им Не Позволяет В прямую Как-то Обращаться Это Хорошо Когда Как-то Рядом Есть Кто-то Из Взрослых Кто-то Как-то Расположен И может Говорить Все-таки С Молодежью Надо Еще Уметь Говорить Не С Пренебрежением Не С Высокомерием И Прочее Надо Просто Себя Вспоминать Или Помнить Еще Лучше Конечно Помнить Каким Мы Были Молодыми И Еще Мы Хотели Ну Естественно Как Ты Упоминал В любом Случай То есть Всякий Раз Когда Тобой Будет Сказано Или Кем-то Из Людей Кто Побеспокоился Кто Непосредственно Со Вниманием Беспокойством Я Естественно Отвечу Пусть Меня Просто В Какой-то Мере Не То Что Не Осуждают Просто Моей Коротким Изложением То есть Как Я Последний Раз Поступал Ну Пусть КГЦ Не Журят Там Или Как-то Не Обижаются Что Я Сперва Пишу КГЦ В общем Как Это Благодарю А потом Упоминаю Тех Людей Тех Края Там Места Блин Откуда Побеспокоюсь Ну Сейчас Вроде Обстоятельства Кое-какие КГЦ Мало Понемножку Виде Изменяются Я Все-таки Постараюсь На Тепличную Подобным Образом Посылать Бандероли То есть С кассетами Также И пленки Там И прочее А возможно Просто Когда Кто Приедет Ну Наверное Буду Посылать На Тепличную Так что Имей ввиду Упреди Там Ну По поводу Москвы Обоим Юрким Теплые Мои пожелания Привет Ну Естественно Естественно Я всегда К ним С большой Как это Уважением Относился Обнимаю Ну Ну При встрече При разговоре С ворами Конечно Мою Так Сказать Ну Благодарность Как сказать Благодарность Не Принято У нас Как-то Это Но могу Я близких Как-то В чем-то Поблагодарить Ну Ворам Говори Мои Как это Добрые Пожелания Расположенность Вора К ворам К вору Ну И Жив Здоров Я Да Если Как ранее Упоминали Что Вроде Сори Так Сказать Самобытная Там Личность И Не Обращается Или Там Знаешь Со своей Так Сказать Гордой Что ли Да нет Не гордой Просто Потому что У меня Было Будет И есть Кому Обо мне Беспокоиться Я Других Кого-то Не просил Никогда Не воспринимал И Как это Наверное Не буду Воспринимать На то Что Татар Неумытых Необразованных Я упомянул На свидании Непросвещенных Так 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 Это Я Давно Знаю Знаю За Конец Семидесятых То есть Начало Восьмидесятых Что Казань Тут Начали Нет Нет Обзывать Бандитский Казань Туда Это Блядь Это Вообще Не Приедешь Туда Там Все Это Блядь Фарид Ёбаный В рот Блядь А я Почему И говорю Живут Своей моралью Своими Устоями И правильно Живут Если Чего Им Дали Вот Тем Они Живут А Кто Не Дал И Не Имеет Права Что Требовать И Спрашивать Ну Что Еще раз Хочу Сказать Просто Напомнить Я По-моему Уже За Это Не По-моему Я Уже Тебе Говорил У У меня Два Вопроса Есть К Варан Вообще Две Просьбы Если Можно Так Сказать Выражать Это Увековечить Память Вася Бриллиант Поставить Соликанские Часовню И Помочь Напитак Где У нас Находится Вор Все Больше У меня Вопросов И Просьб Нет К Варан Как Вообще Варан Так И Вообще Варан Россия Ну А все Эти Хозяйские Там Мелочи Вот Эти Травы Там Мои Личные Какие Проблемы Какие Личные Проблемы Грелка Мне Там Нужна Трава Какая Нужна Там Всевозможные Там Это Ну Всевозможная Мелочь Которой Даже Порой Писать Как-то Неудобно Но Я Все Так Буду Домой Писать Наедешь Домой Там Кто-то Будет Дома Значит Письмо Возьмет Я имею Ввиду Из Близких Вот Да Ну Сам Ты Все Бываешь Фаини На каждой Соседке Нашей Чтобы Письма С Нашего Почтового Ящика Брала Ну Нет Нет Я буду На Абонементный Ящик Писать Так что Имей ввиду Хорошо Алик За последние годы Ну Тебе Имеется Так сказать Понятие Представления Я Не брал Гитару Примерно Можно Сказать Да Восемнадцатом Ну На Свиаге Последний раз Брал И то Втихаря Когда Меня Никто Не Видел Будь Гитара Я бы Может И Самбо Напел Ну Вот Я хочу Продиктовать Песню Которую Я бы Очень Желал Чтобы Она Была Хорошим Голосом Записана Ты Понимаешь Исполнена И Так Сказать Да 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 Я Улицы Дарю Ее Улицы Дарю Эта Песня Не моя Эта Песня Моя Ровесница Тоже Сорок Восьмого Года Сейчас Я ее Диктую А может Где-то Кублет И Так Сказать Напою Называется Эта Песня Воровская Доля Какова Доля Воровская Спрашивает Фраер У вора А ему Ответом Сгинь Ты Падаль У тебя Измена Впереди Что Ты Понимаешь Жизни Нашей В благородстве Святости Воров Что Тебе Сказать Халуй Поганый Вот Тебе Ответ Нашей Братвы Воры Это Львы Орлы Природы Впереди Всегда Людской Толпы К Торжеству И Братству Воровскому Арестантов Призываем Мы Арестантов Мы Согласны Жизни К Чистоте Людской Всегда Зовем Мену в корне пресечен За свободу За идею Братства Мы Всегда Вступаем Смертный Бой Кто в бою Погибнет Не дотянет Вечно Жив Он В памяти Людской Не тюрьма Решетки Одиночки Не разлучат С братствами Меня Наши Уркаганские Законы Крепче Стали Холода Огня Последние Строчки С повторением Ну вот Здесь Немножко Есть строки Атеистического Так сказать Толка Жизни В небесах Не существует Жизнь дает Людям Только раз Прожить ее Честным Арестантам Долг Любого Каждого Из нас Из вас Долг Любого Каждого Из вас Христиане Говорят Дай Боже Мусульмане Говорят Алла Бирса Гадов Постоянно Зависть Гложит В виде Наше Братство На земле Старость Подошла Душою Молодь Как сама Идея У воров Не согнуть И не сломать Легавам Произволом Наших Уркачей Воры Сочинил я Песни эту Согласуюсь С совестью Своей Братство Не судите Строго Песню Песня Это Крик Души Моей Такова Вот Доля Воровская Отвечает Демону Уркач Отвечает Фраер Уркач В песне Его Стах И Погибая Славим Нашим Братством Мы Везде Повторю Последний Кублен Такова Вот Доля Воровская Отвечает Фраер Уркач Ну Можно Фраер Заменить Демону Этот Фраер Так Сказать Вошел Так Сказать В роль Козыря Отвечает Фраер Уркач С песней В устах На устах И Погибаем Славим Нашим Братством Мы Везде Не Получилось Мне Напеть Видать Почему Не Получилось Может Что-то Смущает Но Не Получилось А Вообще Я Пою Да Пою Когда Меня Никто Не Слышит Пою Когда Радио Орет Для Так Сказать Личного Ужитворения А Так Как Уже Упоминал Нравятся Мне Песни Гори Гали Моя Звезда Лермонт Дорогой Длинную Из Цыганского Так Сказать Фольклора И Вообще Старин Роман Ну И Классику Кое Какую Писал Я Леша Челябинск Ну Упоминал Тоже Запад Дорогой Что Мне Нравится Из Музыки Ну Вот Я Как-то Ранее Упоминал Там Братья Есть Челябинск Это Три Брата Там Салих Старший Юрка Салих Не Старший У них Старший Есть Салих Это Кабулы Да Юрка Там Что С Лешей Там Порой Ездит Кабул Мне Книги Вот По Юрике Высылает Так Что Знак Благодарности Привет Само Собой Но Знак Благодарности Какой Я Немножко Вроде Встал Да Вот Я Спросил Тебя Фотографии Ему Я Так Запечатлен Вручить Ну Леша Иногда Мне Тут Месяц Полтора Месяца Посылал Передачи То есть Посылки Иногда Я По телефону Там Наказывал Чтобы Позвонили Спросили Ну Знаю Что От Леши Лично Знаю Что Чунский Туда Написал Ну Может Он Не Обращался Там Не Просил Понимаю Что Какие То Издержки Там Знаешь Чунский 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 Правда Последов Как Ответ Там Писем 30 Написал И Ни С какого Места Не Отвечают Возможно Свахи не отправляют. Возможно, отправляют, приходит ответ, а они не отдают. Но, по крайней мере, он писем там не получает. Почему я хотел бы обратить твое внимание, как ты упомнил на свидание. Если посылается мне посылка, если его перевезут, он сам даст отбой. И упомнит, что он на другом месте. Ну, а если побудете на свиданке, так сказать, с ним увидитесь, и сам его помни, что будем Фариля посылать, если сказание посылка, значит, будем и тебе посылать. Да. Ну, как я содержусь, я уже образно, так сказать, выразил. Но стараются, чтобы один-один-один-один. Но я говорю, где я, так сказать, могу встречаться. Это два раза на прогулке, в кино. Но порой ты понимаешь не то, что там с кем-то поговорить. Даже и посмотреть порой нахуй не на кого. Но есть тут и честные мужички такие. Нормально. Может, кто сам по себе скромен или там как-то стесняется. Но есть кто и волнуется со мной поговорить. Или там есть и такие, кто шуруется и боится нахуй. Потому что два слова, как это, нос к носу или в глаз к глазу, как это, блядь, не выразит нахуй. Ну, назвать их замороченные философы. Носок поковырялся, козявку достал и смакует ее где-то под койкой. Но это как-то... Пусть что хочет там, блядь, смакует. Ну, а так нормально все, да. Но упоминал ты за Иринку, что там увидитесь вы. Очень бы надо было. Тем более я писал. Блыни там дописывал. Да, у кое-какие, так сказать, с людьми познакомиться. Но Иринка, что она единственная сейчас прямая, имеет доступ. Это Дома Коши за Генкин. Ну, а сейчас там, я же упомянул, что нас с ним поменяли. Меня сюда, его отсюда, туда. Так же упакован там сидит. Ты упомянул, что Сережка там у Сашки был, там поехал к Венерке. Но я-то надеял, что он сюда приедет. Возможно, с Венеркой, Венерка вроде, как, насколько мне известны, с Иринкой знакомы. Но то, что Грени не приехал, ну, это, знаешь, не моя беда и не моя проблема. А где-то он там что-то в сердцах упомнил. Пусть мне это скажет. Я ему сердце растоплю, да. На то, что он там с интеллектом, так сказать. Ну, это по-большому сказать. Я же всегда с бухтабара, что говорю, не думавший. Я и сейчас не подумавший могу сказать. Таких, как Гринни, десять уйдут, Афарит останется, нахуй. Был и будет, нахуй. Если ему в обиду, как, еще там, зеленый там, ты понимаешь, они должны с ворами встречаться, общаться. Они среди там бесов, блядь, как это, плавниками, блядь, шурудить, блядь, и обижаться там. На то он и вор, блядь, чтобы с вором разговаривать, блядь, а не на кого-то обижаться. Знаешь, ума, когда нет, своего не дашь. Потому что там, блядь, на игле сидят, да в ротках вы, быть и пропадены пропадом, нахуй. Я вам упомянул, за сколько лет, блядь, единственный раз я, блядь, к татарам обратился, блядь, потому что было невыносимо, невыносимо, меня оскорбляла эта боль, блядь. Я был неработоспособен и не мог вообще, я лежать не мог, блядь, только на спине. Слюнями захлебывался, блядь. На боку лежу, блядь, текут слюни, блядь. Боли от всего, нахуй. От сладкого, от, блядь, от чифера теплого, от дыма, блядь. Я курил, блядь, как вот эти, блядь, коктейли пьют через трубочку, нахуй. В горло вставлял и курил, блядь. Ну ладно. Просто порой, знаешь, я тоже вот это не переношу, хотя и вида не подал, что много там поменялось, вида изменяется, там новые, новые. А здесь что, все старые, старые, старые. Сейчас вот прослушал концовку той стороны и вообще несу там порой, да, ругаться начал. Да, для связки слов. Когда мне уличаешь, вот и ругаешь. Ну я говорю, я же на Волге, это для предсказки какая-то, для приставки. Ну, стирать, конечно, не думаю, но что как-то с меня вылетело, это слово не воробей, вылетело не поймая, да. Ну там безобразное у меня что-то слово стало. Я сам за это дергал, за язык, и как-то останавливал. А то бля-бля что-то началось. Ну ладно, ничего. Это, так сказать, в личной форме для вас. Так что, не осудите, поймете. Но сейчас все-таки, не знаю, может я смущение переборол, да. Но я все-таки хочу эту песню напеть. Я все-таки ее даю, даю, дарю улице. И пусть улица послужит, как Павец все-таки им напоет. Какова же доля воровская? Спрашивает фраер Увара. А ему ответом сгинь ты подаль, у тебя измена впереди. А ему ответом сгинь ты подаль, у тебя измена впереди. Что ты понимаешь в жизни нашей Благородстве святостей воров? Что тебе сказать, халуй поганый? Вот тебе ответ наши, братцы. Что тебе сказать, халуй поганый? Вот тебе ответ наши, братцы. Воры — это львы-орлы природы. Впереди всегда людской толпы. К торжеству и братству воровскому Арестантов призываем мы. К торжеству и братству воровскому Арестантов призываем мы. Арестантов мы согласны жить. К чистоте людской всегда зовем. Кто поймет, приветствуем, приветен, Но измена в корне пресечен. Кто поймет, приветствуем, приветен, Но измена в корне пресечен. За свободу, за идеем, братство, Мы всегда вступаем в смертный бой. Кто в бою погибнет, не дотянет, Вечно жив он в памяти, не дотянет, Вечно жив он в памяти, не дотянет. Не терморешетки, а веночки, Не разлучат с братцами меня. Наши урокоганские законы Перепчистали холода огня. Жизнь не в небесах не существует. Жизнь дается людям только раз, Прожить ее честным арестантам Долг любого каждого из нас. Прожить ее честным арестантам Долг любого каждого из нас. Христиане говорят, да и божьи, Мусульмане говорят, а в адресантам, Гадас постоянно за их головой, Видя наше братство на земле. Гадас постоянно за их головой, Видя наше братство на земле. Старость подошла душою Бога, Как самоидея хуворов, Не согнуть и не сломать легавым, Произволом наших вороковщиков. Не согнуть и не сломать легавым, Произволом наших вороковщиков. Воры сочинил я песни, Согласуясь с совестью свою, Братцы, не судите строго песню, Песня, это ковид в душе моей. Братцы, не судите строго песню, Песня, это ковид в душе моей. Такова вот и доля рассказа, Отвечает фаера у воркач, С песней на устах и погибаем, Слава наше братство на земле. С песней на устах и погибаем, Слава наше братство на земле. Ну вот, не знаю как, Но все-таки, я надеюсь, Что даже с моего здесь, Так сказать, Напево, А может, Чуть-чуть в растяжку надиктованного. Все-таки найдется человек, Который под аккомпанемент, Так сказать, Под гитару споет эту песню, Запишет, И так сказать, Она пойдет. Я, Мое да, Мое желание. Эту песню долго держал. Я хочу, Чтобы она пошла в сказание. Да, это мое желание. И надеюсь, Что мое желание осуществимо. Я лично верил в это. Как вам упомнил, Эта песня, Моя ровесница, Она была Одним человеком сочнена На Колыме В 48-м году. Может, даже чуть-чуть постарше. Я все-таки Родился в ноябре. А может, В начале, А может, и в конце. Но песня, Да, Она отображает И смысл, И мораль, И Есть там Основа. Основа. Много есть песен. Песень За дружбу, Песни За верность, Песни За любовь, Песни Так сказать, Лагерного толка. Но ни одной песни Нормальной нет. Это действительно Песни Блатные. Набор Набор слов. И само Определение Блатное Уже стало Тоже В козырях. То есть Что-то из себя Представляющее. Но это было Определение Определяющее Нахватавшихся верхушек, Так сказать, Имея Представление О каких-то Поверхностные Представления О каких-то Лагерных Моральных Принципах Или там Знаний По Лагерю. То есть Пальцы Веером И брызги Сопливые. Их практически Видно. Кто-то По неразумению Не может Ответить Или Смутился. Ну а Завтра Послезавтра Он Уже Доходит Своими Своими Мозгами Что это Какой-то Доморощенный Наглец. Ну ладно Об этом. Это Песня Я еще раз Говорю. Я Я ее Сохранил. Да. Я ее Донес. Это Так сказать Я имею Право Ее Дать Можно сказать Подарить Через Казань Для Тех людей Кто В ней Увидит Или распознает Не сегодня Завтра Смысл Содержание И что-то С родственное Или что-то Знакомое Ранее Как я Сам Так И Будучи С ворами Во многих Тюрмах Кое-где В лагерях Мы не имели Такую Возможность На раз Как это Мне Удосужилось Или Мне смоглось Ее Сохранить И донести До сегодняшних Дней Имея Такую Сейчас Возможность Я ее Отвором Даю Людям Людям Которым Не безразлично Как он Сам Так и Сказать Есть у них Уважение И Какое-то Восприятие К ворам Я уже Упомнил Один из Покойных Воров Говорил Я за вора И за воровское Отдам Жизнь Но честь Я не отдам Никому И чем больше На меня Недовольных Тем правильнее Я живу Это мне С родственным Это мне Афоризм Очень С родственным Да И я Понимаю Его Понимаю И согласен Упоминать Лишний раз Какое Насилие Претерпели Так сказать Идеологическое Воры Наверное Мало Майски Думающему Человеку И тому же Соприкоснувшись С литературой Никуда Не сбежишь Того же Радио Газет Как только Ничьи хвост И вдоль И вдоль И поперек Но оправдывать Всех тех Кто называется Ворами Я не собираюсь Когда Разговор Коснулся Коли Зеленого Я не зря Привел Не то что Пример А жизненную Установку Для вора Считается Оскорблением Если Ему Какие то Подаяния Подают А тем более Если он Руку Протянул Я упомянул Конкретно И основательно Отрубите Нахуй ему Руку Сломайте ему Нахуй Эту руку Потому что Вор не был Никогда попрошает И не будет Нахуй Для вора Я еще раз Потерл Это оскорбление И также Дополнял Чтобы Вору Уделить Внимание На это Иметь Надо Моральное Право Быть Быть Очень Близким Ну а я Вкратце Выразился Надо Заслужить Того Чтобы Вору Помочь И К вору Иметь Какое-то Отношение А то Что там Какие-то Перетягивания Канаты Кто-то Кто-то Понимает Кто-то Не Понимает Зеленого Ворон Это же Роля Никакой Не играет Абсолютно Главное Главное Понимает Я Я обманулся Я обманулся Тем Что Мне Ставили Вкурзил Там Там Где-то Так Сейчас Кто из Существующих В данное Время Здравствуйте Живых Воров Кто есть При ком Это Случилось Это Было Златоуст Май Месяц Примерно Или Апрель Месяц 88 Года Он При мне Убегал Убегал От Устина Валера Пензяка Сидели Двоем Мы Сидели Рядом Так Сказать Кто Тут Не Кто Тут А Вообще Это Соленый Жив Здоров На Пятаке Находится И Я Здесь Нахожусь И Я Врать Не Собираюсь Если Он Убегал То Он Убегал На Хуй Где Он Там Что Найдет Ты Понимаешь Может Кто Ему Там Руку Лапу Протянет Ради Каких Интересов Меня Об этом Рыбачок Когда-то Просил И Там Прочее Не Знал Сути Самой Ну То Что Шефчик Там Беспокоится О Рыбачке Это Его Право Беспокоиться Или Там Помогать Как-то С Лизми Там Что-то Из Себя Как-то Представлять Или Там Значить Это Но Но Не Больше Даже Потерялся В том Вопросе Когда Пришел Как Это Златоус Его Еще Будучи Мотыль Этот Который Потом Митин Этот Рязанский Задал Элементарный Вопрос Как Ты Себя Вообще Понимал Он Говорит Ну Как-то Тесно Как Б Самозванцем Ну Он Ему И Ответил Ну Он Правильно Ему Ответил Ну И Оставайся Наху Ем И Все Потом Он Сказать Триснул С этого Блядь А как Вот Сейчас Заидность Вы Упоминаете Он Триснул От меня Наху По крови Блядь А сейчас Только Хочет Что-то Ко мне Приехать Ну Че Он Ну Там Кто-то Опять Руку Лапу Ему Протянет Я Что Блядь Буду На всю Россию Зевать Блядь Или Кого-то Смешить Наху Я Не смешной Я Дело Не В Них Дело В Том Что Дело Зеленого Ты Понимаешь Ну Присутствовал Там В Его Вопросе Чиж Чиж Пошагал В 1994 Году Когда Приехали Это Было При Крине Когда Я Крине Попутал С Лариком Я Грине Я Конкретно Этому Вопрос Задал Чижу Что Ты Мерзнешь Если Меня Спросят Я Поясню Может У кого-то У воров Есть Вопросы Пусть Они Тебе Зададут Когда Он Помнил Что Ему Встреча Нужна Была Со Мной Ну Из Тех Времен Наверное И Пошагал Ну А То Что Непосредственно Куда Он Выход Не Имел Или С Кем Еще Молод Как Это Воров Он Был Не Имел Там Какие-то Представления Понятия Потом Знаешь Он Тут Немножко Стакан Этот Ударился Ну По Крайней Мере О нем Тоже Имеет Представление В Казани Самое Понятие Ну Где-то Может Добултыхался Среди Бесов Этих Блять Когда Когда Встретились С Этим Строицким Как Это С С Ань Это Ну Когда Зеленый Вопрос Как Это Там Он О Себе Там Поднял И Пошагал До Этим Он Был У Меня Мне Как Это Не Сказал Мне Пришлось Как Это Грешным Делом Блять Переспрашивать Блять Когда Мне Уже О Владимир Львовский Написал Да И До Этим Рыбачок Не Раз Не Писал О Чем Мне Писать Мне Достаточно Чтобы Человек Мне Сам Лично Сказал О Своем Как Это Понимание Будет У У меня Вопрос Я Задам Ему Вопрос А Если Где Касались Вопросы Были Такие Случа У меня В жизни Я Говорил Я За Тебя Отвечать Не Буду Да Есть Воры За Которых Я До Сих Пор Несу Ответственность И Буду Нести Ответственность Потому Что Я Туда Кое Че Давал Давал Знания Воров 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 Ки Блять И Молодец Как Впитывал Блять Да Были Воры И Мы Не Один Я Был Блять Когда Молодежь Пистовалась Блять Опять Я Самую Главную Суть Не Сказал Даже Пусть Участники Становлении Кого То Даже По Присутствию Там Два Три Там Нахуй Самозванцы И Там Еще Кто То Это Роли Не Играет Играет Роль Как Сам Себя Человек Понимает И Осознает И Достаточно Блять Если Воры Где-то И решили Вопрос То В первом В первую очередь Ставят В курс дела Воров Они Они Как Это Не Порют Это Околесятся Блять Каким-то Бесом Там Блять Поясняют Ну да Близких Конечно Ставят Курс Делают При Случа Там Или Упоминают Не Не Зеленый Зеленый Близ 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 Вор Обманул На Хуй Был Вором Она Падаль Потом Испеклась На Казачок Шура Блять Так Сказать Пистун Этого Блять Толкнул Захар Этого Блять Шуру Этого Блять Казачку Блять Ну Факт Тоже Блять Многие Пришли Как Это Блять Не От Воровского Промысла А Пришли Так Сказать Бог Знает От Чего Да Нашли Это Воровское Как Кормушку Бездонную И Мало Того Что Нашли Блять Еще И Молодежь Всякими Путями Не Пускают По По Этому Поводу Не Раз У Мне Постоянно Разговор Конечно Я Буду Неудобен И Неприятен А Я Говорил Я Верю Молодежи Верил И буду Верить Нахуй А эти Научились Жить Блять По 60 лет По 30 Их Не Слышали Где Там Воруют В Офисах Или Где Там Варьках Или Среди Латошников Я Ни В коем Случае Не То Что Не Хотел Насколько Меня Хватит Не Позволю Чтобы Имя Вор Склонялось Почему Не Позволю Потому Что Естественно Люди Все Разные Воры Тоже Разные В каком Смысле Разные Что Имеют Какие-то Симпатии Антипатии Алик Я тебе Просто Скажу Если Даже Тебе Кто-то Выразил Своё Там Болевшее Ранее То Он Ты Понимаешь Он Бес Или Пес Ты Понимаешь Почему Бес Или Пес Потому Что Когда Ему В кругу Воров Зададут Вопрос Блять Ты Кто Ну Не Будут Говорить На тот Момент Ты Был Ну Его Спросят Ты Кто Если Он Ответит Он Вор Его Спросят Так За Что Ты Вспоминаешь То Или Что Там Кто-то Не Знает Когда Он Стал Пошагал И Когда Я Упал Мне Что В 93 Году Я Донцу Написал Что У меня У Грине Вопросов Нету Когда Он Все Это Время Начиная С 89 Года Только Занимался 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 Что Дотянуться До Меня В чем Ему Естественно Помогал Рашпиль Да А потом Наглядно С Донцом Так Сказать Встретился Увиделся Ну Ладно Это Тоже Все Давай Отпустим Все Так Я хочу Главное Сказать Я Уже Больше Десяти Лет Верю Уверен В том Что Налоги Будут Воры И 18 И 19 Летние Я Не Сомневаюсь В этом Да Пришли Воровской И По 30 И По 40 Лет Их Как На Свободе В жизни Знали Так И По Лагерям Знали Были С ворами Рядом Есть Кому За Ним За Них Сказать И Даже Там Где Воров Не Было Там Были Его Партнеры Сама Воровитая Среда Знала Это Основополагающим Казакам Являлась Являлась Так С Моральной Его Установкой Да Его И Определялась Как Это Существует В нем Формация Они Не по тем Качествам И категориям Что он Там Правильно Что-то Где-то Распорядился Там Всех Удлитворил И Большой Категории Так С Массе Он Удобен И Приятен Да Я Еще раз Подчеркиваю Что Воры Есть Были И Будут Все Разные Один На Другого Не Похож Ну Общий Как это Существует Воровская Мораль Что Воры Были С ворами Какие бы Они Там Не были Они Были Друг с Другом И В общении И Как это И Решали Сами И В основу Какие-то Факты Или Там Какие-то Слухи Тем более Ведь Стоило Вору Сделать Ударение Или акцент Какие Он Имеет Информации От Какого-то Фраера В кругу Нахуй Он Сразу Угарал Нахуй Потому Что Уподоблялся Блять Как это С плетен И От Кого Там Блять От Беса Какого-то А Сейчас Все Растворилось Или Не Растворилось Или Все Как это Размазалось Блять И Кто Чего Поймаете Вот Носит Ну А Те По Своему По Своей Неграмотности Пронос Или Там Дают Как это Основу Пищи Толочут Сами По углам Толочут Всегда Молодежи Говорил Пошагал Бог Тебе Навстречу Не Вздумай Как это Посягать На тех Кто прожил Жизнь Блять Они Даже Умудрялись И Этого Допускать Начинают Копать Какое-то Белье Искусственное Грязное Когда мы Блять В лахах Ходили Блять И Сидели В майках Блять Без носок Нах В этих Изоляторах Блять Они Там Белье Какое-то Находили Начинали Стирать Блять В те Времена Когда Блять В В Рейме Блять Произносить Не могли Блять А от Этого Ничего Доброго Не будет Что Там Какая-то Какие-то Толки Какие-то Разговоры Идут Ну да Я тебе Сказал Тебе Хватит Моего Имени Ты Мне Ответ Да Естественно Ты Алик Можешь Сказать А почему Ты С Фаридом Не Встречаешься Да Любому Из них В Казани В этой Татарине Блять По-большому Можешь Можешь Сказать Они Мне Даже Повода Не Дают Чтобы Я Даже Близким Не То Что Ворам Близким Блять Упомнил О них Что Есть Такие Имена Я Днями Месяцами Годами Не знаю Где Они Там Чего Где Они Там Полтыхают В Каком Как Это Водовороте Или Где Они Там Блять Жужжат Журчат Алик По этой Мелочи Мелочи Я имею Ввиду По Моим Там Каким Ботовым Вопросам Но Не Всегда Ну Как Не Всегда Ну Можно Сказать Я Одного И То Ну Можно Сказать Когда Обременял Этот Телефонный Звонок Я Упоминал Там Как-то Потом Вроде Раф По-моему Написал Это Леша В Челябинске Чтобы Так Сказать Он Мне Послал Там Передачу Там Курева Там И Прочее Что Он И Делал Ну Я Не Хочу Себя Связать И И Впредь Я Зароки Не Даю Почему Не Даю Потому Что У У меня Есть Я Не Смогу Отказать Если Они В чем-то Захотят Так Сказать Чем-то Побеспокоиться Внимание Там Оказать Ну По-крайней Мере У Слепого Смичуринска Я Отказался Когда Он Попросил У меня Выслать Фамилию Там На Кого Выслать Передач И Прочее Ну А Ж Из Москвы Как Будто Этих Проблем Или То Из Вопросов Не Слышу Да Я Как писал В Казань На На Адрес Старушки А Сейчас Ты там Живешь Я буду Туда И Писать А Как Вы Там Ну Ты Понимаешь Мне Тоже Времени Нет Ждать Я Уже Говорил Мне Ждать Не Догонять Я Не Собираюсь Так Что Все Тки Надо Кому Там Определиться Чтобы Все Мелочевки Там Газеты Книги Там Прочие Прочие Расспрашивай Значит Надо А тут Порой Напишешь Какие-то Кутарки Нужны Какие-то Деньги Незначительные Там Человек Скажется Не в состоянии Послать Тут Ждешь И Как это Вилами Гадаешь На воде То ли Послал Он Не Послал В нем Вроде Сомневаться Нет Повода Подпадает Кого Попросил А он Приходит И говорит Нет 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 Ну На нет И Сказать Нечего Ты понимаешь Я даже тебе Не могу Порой Писать Это Ну Там Что там Носок Надо Какую-то Траву Надо Какую-то Грелку Мне надо Какую-то Тапочку Или Тапочки Там И Ручку Там Медяки Какие-то Там Клины Ты понимаешь Ну Ну Помимо Того Что Не то Что С головы Вылетает Ну Садишь Писать Напишешь Потом Порвешь Порвешь Сожгешь Там Вроде Думаешь Ну Вроде Приедешь Скажу А Приедешь И Как это То Это Упустишь То Это Как-то Не Скромно Неудобно Сказать Ну Да Старушке Я говорил Ну Вся Там Без 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 Этой Мелочи На Больше Ты Как Это Не Хватает Времени Как А Тут Еще Будешь что ты с всякой этой ерундой мелочи бежишь. По-моему, там я не договорил в отношении Львовского, что он там спрашивал, какие книги ему надо. Ты ему бы вкратце там написал, что если тебе надо, пиши, мол, сюда домой. Ну, там ему надо, как и вот мне краткие слова, иностранные. Слов там, подожди, я вроде тут сейчас, подожди, книги посмотрю, тут не все просмотрел. По-моему, нету этой, ты там на 40 тысяч какие-то слов сказал. Ну, ты молодец, ты мне тут зарядил англо-русский словарь. Мне не англо-русский словарь нужно. На 80 тысяч, сейчас новые издания вышли, есть на 40 тысяч и на 80 тысяч. Краткий словарь иностранных слов. У меня вот есть он на 18 тысяч, это большая книга. Не англо-русский словарь, а краткий словарь иностранных слов. Ну, наподобие консенсус, вот эти новые, ты понимаешь, адекватные, вот что, Горбачевские эти крылатые слова, там, сентиментальные, адаптации, там, ну, все. 80 тысяч слов, он более, как это, выразительный, и более, как это, самый весомый такой, который сейчас существует в издании в России. Вот такой же словарь и подобие 40-80 тысяч хотел бы иметь львовский. Почему? Потому что я последние года как-то имел на руках. Ну, были бесы, которые меня даже в книжку заглянули, проверяли меня на мою, так сказать, осведомленность. Всякие этих разных заковыристых слов. Али, где там первые кассеты, то есть, до этой, которую я выгонял, там же и пленка, это 36 кадров и 36, две пленки, и фотография, да. И когда они подписаны, есть там, я адресую Грини, так сказать. Адресую я вору Грини, а как он там, это, в своюне там, ты понимаешь, я с вором разговариваю. Если у него есть, что мне сказать, пусть он мне говорит, нахуй. А не разносит там, нахуй, не держит, нахуй, а держит, ну, и голову потеряет, нахуй, от своего держания. Потому что, если дым у башки дохуя, то башка взорвется, нахуй. В отношении, что Грини, там я имею в виду полароидные фотографии, а кассеты, эти пленки, кадайковские, две кадайковские, это, их надо проявить, это в твое ведомо, короче. Ну, чтобы дома были. Ну, а при возможности, значит, сделать, и там, в тех кассетах, в одной там, по-моему, я слишком, слишком даже, по-моему, пьяный. И это мне чумски хлопнул втихаря, да. Ну, это, это, бог с ним. Ну, а во второй, там, где вот эти позы йоги, там, за кого я просил, Кабула, значит, это, соленому и львовскому. Ну, и хотел бы, чтобы там, не то, что у кого-то в сомнении, пусть у бесов в сомнении есть, но, все-таки, есть там у нас молодежь, да, которая, все-таки, я думаю, приятно будет, да. Мне лично приятно будет, если на меня молодые, пусть хоть по фото, ну, увидит, да, как я там немножко, как это, чуть-чуть, может, и соответствую, да. Ну, естественно, как я Фарида сказал стариков, привет, поклон, там обнимаю родителей, там, близких. Ну, а молодежи, сказал, я сам молодой. Ну, и хочу, вот так сказать, в документальной форме, так сказать, через посредство фотографии для личного убеждения. Ну, а ровесникам, или чуть-чуть помоложе, естественно, покажешь, увидят. Ну, есть там фотографии, есть фотографии с Аленом, там, Львовском, где у меня, так сказать, я его лично называю воровской иконостас, да. У меня в кадр вроде вошли, ну, не знаю, там, развлечимы, неразлечимы, но разобраться можно, да. То есть у меня в рамках вставлены фотографии воров Вася Бриллианта, Вася Бузулутского, когда Толик, Донец, со зраком приезжали на похороны куклы. Потом, значит, Ростик здесь у меня, Устимовский со зверьком, Саша Сталинградский, Славка Рыжий, Витка Малина, Ваня Львов, Корж Вася, Кротвандс, и даже этот, если в Польше застрелили, как его роспись, да. Около могилы стоит как раз Толик Киевский, тут через какое-то время его, ты, по-моему, мне и говорил, что нет, не ты, по-моему, да, ты, или Ташкент, Ташкент, что на фотографии, по-моему, было подписано, что зарезали с женой в хате. Ну, я знаю, что это не вор, но близкий, значит. Тут кассеты у меня, вроде, кончаются к скорости, если что, там дополню, вкратце, так, в сжатой форме. Добро. Олег, естественно, новые кассеты я буду записывать, тогда, когда получу отписку твою, и вообще, там, что, упомнил, там, саньки, с этого, с лоской есть, там, и прочее. Ну, может, там, как и ранее, отписывал людям туда поздоровкость да поблагодарить. Алик, Алик, сейчас немножко писал я, вот, закончил тут два листа. Так, сугубо, так сказать, неспешное, но необходимое. А может, и спешное. Я вот что хотел, сейчас сижу, думаю, упомнил я за донца, за взрака, все-таки конкретно, имена есть тех людей, кто причастен. мне надо знать конкретно. Знать конкретно это само собой, где они сейчас покорятся. Это тоже необходимо знать. Помимо того, что ты сообщишь мне, здесь-то на ходу. Я тебя прошу тогда, если конкретно это знаете, то упомнить об этом в Москве. Да-да, прямую. Пора. Говори через столовочку. При встрече с Захаром, скажи, поставь пользу. Какая их реакция будет? Это так сказать. сам наглядно увидишь. Просто скажи, что это по моей просьбе ты заполняешь. Ну, можешь емком сказать, может, не встретишь никого, значит, через Ташкент или через Барана передай. Я так же тебя не спрашиваю, что в тот приезд, почему я тебя срочно и вызвал, не пришлось говорить, да и все не скажешь, пришлось написать. И то, что ты мне отписки толканул, там, счастье в первых денег. И через того же человека я ответил. На того человека можно полагать, но тому человеку надо платить, как ты в тот раз заплатил 250 тысяч. Например, за столько или так. Можно так же им располагать, что он, хоть он редко здесь бывает, но бывает. Редактор субтитров